Добрый день! Рады вас приветствовать! Представляем вам Институт нефти и газа. Сейчас я вам покажу маленькую презентацию про наш институт. Вот это наш корпус. Это босьмиэтажное здание. Полностью в нем находится наш институт нефти и газа. Это директор нашего института Колесова Светлана Борисовна. Возглавляет институт уже очень много лет. Специалист очень большой и очень хороший человек. В состав института входят кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых стважин. Заведующий кафедрой Бархович Сергей Юрьевич. Кафедра геологии и нефти и газа. Заведующий кафедрой доктор геолога минералогических наук профессор Тавель Виктор Алексеевич. Кафедра бурения нефтяных и газовых стважин. Возглавляет в кафедре кандидат-ноук до центра полосок Михаил Бориславович. И в кафедре теплоэнергетики. Заведующий кафедрой кандидат технических наук Борисова Елена Михайловна. Дальше. Наши студенты каждый год проходят практики. Все наши практики проходят на производстве. Вот внизу вы видите эту фотографию ребят на заводе, который производит нефтяное оборудование. Завод называется «Примера». Это тоже фотографии летней практики первого курса нефтегазовые дела, нефтегазовые техники, технологии и теплоэнергетика и теплотехника. Это фотографии справки прикладной геологии. Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы, то есть диплома, проходит также в нашем корпусе. Здесь вы на фотографии видите государственные комиссии, на которые принимают так называемые дипломы и самих студентов. Наши студенты активно занимаются научной деятельностью, участвуют в очень многих конференциях, во многих квизах, квестах. Все связанное с нашей деятельностью института, то есть и с нефтью, и с геологией, и с добычей, и с бурением, и с энергетикой. Это все еще фотографии наших студентов с научных конкурсов. Также мы принимаем участие в такой олимпиаде, как «Я профессионал» в трех номинациях. Это добыча нефти и газа, прикладная геология, а также теплоэнергетика и теплотехника. Это победители «Я профессионал» с дипломами, наши студенты. Также мы участвуем во всероссийской конференции, по итогам которой наши студенты Катункин Александр и Леонид Кимьян заняли третье место, каждое в своей секции «Разработка нефтяных месторождений и бурений». Так выглядят дипломы с научной конференции, которую проводит научно-техническая конференция молодых специалистов предприятий «Удмуртнефть» «Роснефть». Активно наши студенты занимаются не только учебой и наукой, а также внеучебной и спортивной деятельностью. Здесь вы видите фотографии с туристического слета Удмуртского государственного университета и Удмуртской республики. Мы входим в тройку лидеров этого мероприятия. Первокурсники, которые поступают к нам в Ургу, активно принимают участие в внеучебной жизни. Здесь фотографии с похода первокурсника. Это все еще фотографии с труслета, сетапов. Также у нас внеучебная жизнь бывает в виде того, что мы студентов отправляем в экскурсии, например, поездки в пещеры. Также мы участвуем в театральных постановках, в танцах. И, например, первое спортивное мероприятие, в котором принимают участие первокурсники, это кросс первокурсникам. Мы всем институтам бежим, независимо от того, кто как умеет. Кто-то сильно бежит, кто-то как мы может пройти просто пешком этот момент. На фотографии представлено вверху зеленый цвет. Это корпус нашего института, а внизу это девятиэтажное здание, наше комфортабельное общежитие. Здесь у нас открытие корпуса. На фотографии мужчины это наш меценат Гуцереев Михаил Саповекович. Также мы имеем очень большую материально-техническую вазу. Например, у нас есть свой полигон с нефтекачалкой, со слаженной в 50 метров, на которой происходит практически и лабораторная работа. Так выглядит наше общежитие. Общая кухня, постирочная, широкие удобные коридоры. А здесь вы видите на фотографии отдел фундаментальных и прикладных исследований института. У нас очень много оборудования и других предметов, которые используются в обучении. Это фотографии с лабораторного комплекса направления буровых промывочных и тампонажных растворов. Здесь на фотографии наши студенты, которые занимаются практическими работами по предмету химии и нефти. Также у нас имеется очень дорогостоящее оборудование, на котором, видите, работают студенты. Также у нас очень много учебных лабораторий, именно компьютерное моделирование в теплоэнергетике. Есть своя лаборатория термодинамики и тепломассы обмена. Учебно-исследовательская лаборатория технологии энергоресурсосбережения. И учебно-научная лаборатория некрадиционной энергетикологии инжиниринг, которая находится на крыше нашего здания. Вот здесь на фотографиях наши энергетики на учебных занятиях. Видите, учебные занятия достаточно интересные, связанные с техникой и оборудованием. Посмотрите, наши специальности, бакалавриат у нас представлен в двух направлениях. Это нефтегазовое дело, и здесь у нас есть 30 бюджетных мест. Профили обучения, эксплуатации, обслуживания объектов добычи нефти, а также давления нефтяных и газовых стважин. Также направление теплоэнергетики и теплотехники. Очная форма обучения 20 бюджетных мест. И два специалитета у нас. Прикладная геология, квалификация горный инженер-геолог, 17 бюджетных мест. И нефтегазовая техника и технология, квалификация горный инженер. На сегодня самый современный нефтяной оборудователь, образование 35 бюджетных мест. Также у нас есть магистратура. Нефтегазовое дело два направления. Это цифровизация процессов, разработки месторождений с нефтями повышенной и высокой вязкости. В сложных горно-геологических условиях. Очная форма обучения. И строительство нефтяных и газовых стважин в сложных горно-геологических условиях. Очная форма обучения. Два года платная. На первой магистратуре у нас 15 бюджетных мест. Также есть электроэнергетика и электротехника. Залочная магистратура. Форма обучения платная. Так выглядит сайт Удмуртского государственного университета, на котором вы можете найти поступление в ГУДГУ 2024 и посмотреть интересующую вас информацию. Так выглядит официальный сайт Института нефти и газа, если вы будете нас искать через такие поисковики, как Яндекс или ГУДГУ. Здесь QR-код. Можете добавляться, мы ответим на все ваши вопросы. Слева QR-код Института нефти и газа. Справа QR-код группы абитуриентов Института нефти и газа. На все заданные вопросы мы обязательно вам ответим. А сейчас мы хотели бы вам продемонстрировать несколько тем, которые мы изучаем здесь, участь. Будут рассказывать вам студенты нашего института. Начнем с прикладной геологии, на которой больше всего у нас учатся девушек. Мария и Анастасия. Здравствуйте. Мы студенты третьего курса прикладной геологии. Наш специальный института будет горный инженер-геолог. Учимся ему 5 лет. Вообще геолог – это специалист, который изучает строение и состав пород с целью поиска месторождения поведенных ископаемых видов. У нас очень интересные практики. На первом курсе у нас была учебная практика. Мы выходили на обложения, которые были в районе Ежевска. Вот там описывали разрез с породами, которые взбегали в дом. Описывали их состав, форму, текстуру, структуру, цвет описывали, свойства. На втором курсе у нас была выездная практика, тоже учебная. Она делилась на три части. Первая у нас также проходила в Ежевске. Вторая проходила в деревне Ежевска под городом Мокинска. И третья – в Корене, в городе Сартовало и Трезаводск. Там мы также собирали вот такие породы. Так как вы, наверное, уже знаете или, возможно, не знаете, породы бывают в три видах происхождения. Это осадочные, магматические и метаморфические. Мы находимся в Ульмуртии, и здесь у нас все перекрыто осадочным чехлом. Из-за этого у нас наблюдаются такие породы, как песчаники, глина, белгролиты, аргениты. Но на втором курсе мы ездили на выездную практику, так как сказала Мария Карелия, и наблюдали породы магматического происхождения. Мы собирали коллекции пород, которые сейчас хотим вам представить. Вот здесь вы можете наблюдать границ роботии магматического происхождения. Мы собирали все эти породы, как сказала Мария Карелия, мы их описывали и раздавали нашему руководителю. Вот здесь вы можете наблюдать роморизованный доломир. На нем находится талик. Его нужно потрогать на офисе, чтобы понять его текстуру. Вот это шунги, это почти что нефть, но на последней стадии метаморизации она превратилась в окаменелость. И вот вы можете наблюдать кварц. Пар самый известный оборота, ее можно найти не только в отдельных местах, как, допустим, манышечки драговозки, но и можно встретить их в муки. Он одна из самых распространенных пород и минерал, который входит в состав другие породы. Его используют как поделочные кандидаты. Поделочные кандидаты. Поделочные кандидаты используют. Строительство его тоже используют. У нас очень интересная кандидатия поступает с нами. Сейчас вам расскажут про инстаграммуляцию. Преодается. Кандидат Газовое дело. Преод Acshavya. Итак, для начала об этом мы расскажем про, с чем, в принципе, работает заготовка у нас. Это у нас станковый библийный насос, то есть качалка. В принципе, качалка состоит у нас и в балансира, головке балансира, шатона и плунжера. Как он вообще действует, продемонстрируем. Как вы могли наблюдать, весь пунжер вращается, головка балансирована, шатона опускается, поднимается. Она поднимает за собой штанговую колонну, которая находится у нас в арматуре. На самом глубине находится у нас пунжер, который забирает непосредственно нашу нефть. Вот пример нефти, которую добыли у нас с Мишкинского месторождения, который находится у нас в Узмуртии. Нефть сама по себе похожа на масло. Такая довольно вязкая жидкость бурового цвета с специфическим запахом. Данный нефть добыт уже готово к продаже и по-другому нефть называется черным золотом. Без него, точнее без нее, любая промышленность бы осталась без ничего. В принципе, из нефти у нас, помимо промышленности, используются также и в медицине, и в других средах нашей жизни. Как одежда, производство одежды, производство смартфонов, компьютеров и тому подобное. Также из нефти производятся разные лекарства и антибиотики. В основном, вообще нефть у нас бывает в разных видах. Она может быть желтая, зеленая, коричневая, оранжевая, очень много разновидностей. Давайте мы вам расскажем вообще, как нефтяники могут находить нефть, залежи нефти, где она вообще находится. Самым ярким примером и традиционным является керн. С его помощью можно определить, находится ли в данной местности нефть. Вот на примере данного керна мы можем увидеть, что по вот этим вот черным файдингам небольшим, что данный керн насыщен нефтью. И в данной залежи будет продуктивная складыва. Также бывают такие моменты, то есть у нас когда керн, он нефть насыщенный, то есть полностью чистый такой, чистая порода. Следовательно, у нас в этой залежи нефти нет. И дальше разработка и эксплуатация этого инвесторжения нет смысла как с экономической точки зрения, так и вообще в принципе. В принципе, мы на этом закончим. Мы желаем вам поступить на мою ситуацию. Мы хотим передать слово техникум, техплоэнергетикам. Здравствуйте. Меня зовут Ильвиц. Я представляю направление теплоэнергетики и теплотехники. Наша профессия, самовостребованная в мире, занимается профессией преобразованием производства передачи и хранения склорой для Ильвиц. Сейчас я вам покажу приборы депутационные возобновляемые источники панели. Первый – это макет ветровой установки. Пронжектор. Пронжектор здесь едается источником Солнца. Здесь есть солнечная панель, которая собирает и генерирует энергию. Также ветровая установка, которая работает на витре. Также у нас есть датчики света, которые учитывают, сколько света дает, допустим, Солнце или на месторождении, или где-нибудь еще просто. Также датчики ветра, которые учитывают скорость ветра. Это солнечная панель. Она состоит из нескольких таких вот ящей. Также собирает и генерирует энергетическую энергию. Также у нас есть устройство фонаря, которое работает на солнечной панели. То есть днем она отобирает солнечную энергию. И после заката у нас работает фонарь. Мы можем работать на тепловых электрических станциях, на ГДС. Также на любых нефтяных посторожениях, где есть тепловые станции, в принципе можно работать. В ЖКХ можем работать в любом городе, так как в любом городе есть электричество и любой город, где мы можем найти работу. Спасибо. 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 Что еще? Спасибо. В принципе, все какие у вас вопросы будут, вы можете задать в Центр международных отношений, там обязательно вам ответят на них, сориентируют, подскажут, либо можете писать нам в группе по QR-кодам. Спасибо. Мы сейчас снова выставим эти QR-коды, добавляйтесь, спрашивайте, группу ведут сами студенты, ответят вам на все абсолютно ваши вопросы. Мы вот сейчас эту презентацию вместе с этим видео будем сохранять. Вы там, пожалуйста, пролистайте, найдите QR-коды, добавьтесь, вы можете задавать все вопросы. Мы можем вам, также в нашей группе вы можете посмотреть наши маленькие видеоролики о нашем институте, о нашем общежитии, вообще о нашей студенческой жизни. На этом мы хотим с вами попрощаться. Ребята, идите сюда, попрощайтесь. На самом деле, мы вас всех ждем. Приезжайте к нам учиться. Чем сможем, поможем. Сдавайте главные экзамены, делайте все вовремя документы и приезжайте. Мы вас ждем в институте нефтегаза имени Михаила Сафарбековича Куцереева. До свидания.